Ну есть один план, если я немножко. Вариант первый. Можно убеждать заказчиков сам. Ну там, что там, с души, ладно расстояния. Но если вы по какой-то причине не дадут по этому, то есть еще другие варианты. Другие варианты. Первый. Тоже то, о чем очень здорово рассказал Саша. Постоянно нужно учиться. Обычно бывает так. Когда читаешь одну книжку, выходят на следующий вариант. Это такой простой пример. Очень динамичное развитие. Очень быстрое изменение. Модернизация, оптимизация и так далее. Поэтому это все время нужно поддерживать себя в форме хорошей. Спортивность. Как специалист. И к этому надо быть готовым. Без этого очень тяжело. Вы просто останавливались на месте, а все остальные просто уходят в тыр. Дальше. И тогда это реально бывает сложно. Мы тут говорили про рабочий день. Рабочие графики. Спрашивали, когда там последний раз вылетел. И от 5 минут с работы ушел в полдвенадцатого. Из-за mortal bug'а на конкретно на табачке. Надо быть к этому готовым. А может у вас будет там целый месяц особо там ничего не делал, нет. Вы можете поздно приходить, рано уходить. Ковыряясь на стул, играть на стольный купол. А бывает, когда реально надо очень много питать. И бывают сложные инженерные задачи. На которых вообще может не быть решение готового. И вам надо его придумать. Хорошо вы это сделаете или плохо, зависит от того, насколько у вас есть технические знания. Знаем, как будет писать. Б. Какой практический опыт? Если я вот так напишу, а не так. То где оно может вам это попасть? Потому что в софте любом, даже, вот тоже, ошибка, допустим, тех же журналов, они уже про прибор прочитали. Все. Сейчас мы вот все будем делать, блин, про agile. Дома буду ремонт вот справа делать. Ну, знаете. Вот. Нету абсолютного, да, вот этой серебряной пули. Ее не существует. И нужно быть готовым к этому. Решение сложное, может требоваться решение, которое вам надо придумать. То есть это конкретно челлендж. Дальше. Вот. То, что я уже говорил. Командный вид спорта. Если вы супер крутой сеньор, вы там просто сразу вот прямо вот в провод леденнички и нолики там отправляете на движение, да, это топ. Перемерный. Если вы не можете объяснить вашим коллегам, как вы это сделали, то нафиг никому не надо. Вот. Просто. И это есть проблема, на самом деле, очень большая. То есть крутые инженеры как-то вот это знание и опыт, они должны из головы выкладывать. Отсюда появляются такие паттерны, фреймворки и так далее. И так далее. Практики инженерные. Это парное программирование. Тест-дривный девелопер. Это практики. Которые крутые, классные инженеры из твоей головы выкладывают для общего пользования. Вот. То есть коммуницируют с внешним миром. Это тоже очень важно. Если мы это, как бы, говорим о Джуне, то коммуникация для него это он быстро учится. Этот опыт перевнимает. Как работает. И так далее. Вот. Если мы говорим о Меглеон, он говорит, почему он, да? Что он делает и так далее. Ну и так далее. Следующий. Вот. Backend. Вот. Из той картинки, которую показывали. Там... Вот Джа, вы помните, сиденький такой прямоволечек посерединке. И вот мы со всех сторон, реально, просто вокруг тебя все время что-то происходит. И на серваке вот сидишь. Ну там эти тактенциальные индийские человечки, которые... Это отдельное место нашли. Но действительно. Сервер ставит его особенность тем, что он взаимодействует со всеми уровнями вообще. С frontend. Он взаимодействует с какими-то до того же уровнями с другими патент-приложениями. Вот наверняка слышали слово веб-сервис. Вот на REST-сервисе. Микросервис. Микросервис это как это. Как подростовый сервис. Знаете, да? Все не уговорят, но никого его нет. Вот. Как реально строить микросервисы не очень понятно. Там есть космическое определение, которое говорит, что микросервис это софт, который пишет. Команда, которая может съесть две пиццы. Чего? А если у меня там какие-нибудь сумасшедшие вегетарианцы, сделшие на диету. Я еще пиццы не пишу, что микросервисы не пишут. Поэтому очень много всяких разных нюансов, неточностей, связей с внешним миром. Еще одна стадия и области с хранилищами данных. То есть депломер, тулами, кущи оркестрирования и так далее. Вам придется в практике решать инженерные задачи из смежных отростей. То есть не то, что я сижу 24 часа, пишу код на Java, на 24 начнем рабочий день и все. Все остальное внешний мир меня не волнует. Так не будет. У меня был проект, на котором первую строчку Java кода я написал через 2,5 метра. Очень хорошо это помню. Вот в октябре мы примерно стартанули. И с 17 января 2013 года я первую Java строчку написал. До этого было куча всякая инфраструктура. И надо быть к этому тоже готовы. То есть вам придется остальные средства. И последний пункт нашего SEO, чтобы это все выдержать, нужна мотивация. То есть то, о чем говорил Саша, не работай, я пришел сюда просто купить машину. Ну может в машину вы еще успеете пока испытательный период обычно в 3 месяца, хотя на джурнад. Ну да, приложение будет, да. Но скорее всего до лекции он не получится прыгнуть без посторонней помощи. А папа это в какой-то пошли. Да, поэтому здесь ваша мотивация. И тут очень здорово выручают и комьюнити, и опенсорсные проекты. И куча-куча всего классного, где люди просто обмениваются. Потому что нет, в аркетном образовании. Есть ребята, которые находят вообще интересы вне работы. Да, вот это мы на гитаре играем. Еще когда я пришел на проект, где ребята тоже собрались, тоже будут сыграть. Это 8 марта, девочек нашим поздравить. И это очень здорово. Вам хочется приходить на работу. Вам хочется заниматься этими вещами. Это просто интересно. Да, там в Эккштейна спрашивали, если как вы все это делаете, что вы этим занимаетесь? Что он сказал, знаете? Не знаю. Ну это же интересно. У нас, к сожалению, система нашего существующего государственного образования, самую главную задачу, которую она себе поставила, 30 лет назад, это убить в человеке естественное чувство любопытства вообще. Вот разве навсегда? То, собственно, что вот живище. На самом деле я вам по-хорошему очень завидую. Потому что когда мы это все дело засчитали, вот Саша так особенно, я его следующий лайву, у нас не было этих вот структурированностей никакой. Книжки читали, что-то какие-то, да, там, что-то какие-то видео смотрели на Ютубе, на присутствии уже появлялись какие-то российские, украинские, русскоговорящие апострации, там, английский надо было самостоятельно как-то педалить, чтобы это все дело получить, хоть как-то и так далее. То есть у вас сейчас как-бы в следующий левел, у вас есть готовые уже источники информации. Это не отменяет необходимость педалить очень серьезно, потому что как-то. Я уже свое собеседование прошел. Теперь Ваши. Вы ко мне. Да? Учиться работать все равно надо. Но у Вас есть готовые уже места, где Вам это знание готово давать. Только пожалуйста. Принимайте, учитесь, растите на собой развивание. И это тоже можно сказать. Так, следующий слайдик. Как я и обещал, ссылочки. Они вот тоже относительно Java больше. Но вот допустим, первое там вообще чисто Java. Вот Coursera, Stokeoverflow, Development Authority. Это вообще ресурсы, которые я Вам настоятельно рекомендую читать, Весы относительно того, использовать и не только читательные. И каким инженером именно Вы являетесь в этой индустрии. Front-end, Back-end, EA. Что у нас еще есть? Technical Writer, UX-дизайнеры. Разные. Я уже не говорю о том, что просто куча классных, интересных, бесплатных ивентов, на которые просто надо прийти во многих городах. У нас в Харькове, Киеве. У нас такие большинские центры. Все знаете, Львов, Днепропетровск, Одесса. Просто идите. Где Вам люди расскажут. Спросите и так далее. По стиклам я именно на самом деле на первую свою джуниорскую работу так и попал. Просто пошел на конкретность. Такой success story. Будучи еще студентом, который тоже был вот таким вот энтузиастик джуниор, Который книжку прочитал и все, починил. Десять детства. Ну и вот, в принципе, ссылочками и теперь, если ты у меня там 5 минут. Давайте Ваши вопросы. Вот, Вы говорили про энтузиастик джуниора, ну, каким-то негативным. Каким надо быть джуниором? Ага. Каким надо быть джуниором? Ну вот, в Вашем вопросе сразу звучит уже, вот что я говорю, серебряная пуля. Не бывает физически симметричного джуниора вакуума. Джуниор это конкретный человек. Вот, Вы пришли ко мне на собеседование. Вы, так же, выучили честно книжку по джуниору Хорсту. Вы, честно, выучили книжку по джуниору Хорсту. Вы, честно, выучили книжку по джуниору Дизайн Паттернс. Да? Гамма и компании. Паттернс, сколько? 23, да? Вы, честно, прочитали, там, допустим, про мейлин, как сборщик. Честно прочитали про этот самый, про панкет, как этот контейнер. Приходится. Но, в лучшем случае, Вы написали проект. Да? Ручками. В чем классное написание? Вы понимаете, как текст книжки относится с реальным написанием кода. И его работает уже. Это первый шаг. Первый шаг. Я вот посчитал, и я сделал руками потом. Инженерия – это практическая работа. Только, допустим, автослесарь, автомеханик на какой-нибудь, допустим, там, BMW, он это делает из физических запчастей, да, из металла. А Вы это делаете… Это инженерная работа практическая. И чем больше Вы ее сделаете, тем лучше. Это важна работа. То есть, Вы скажите, о, а у меня вот есть проект на гитхабе, я вот там делал небольшое приложение, мне было интересно разобраться, допустим, как расти сервис находит. Я уже сразу для себя выношу три вещи. Первая. Вы знаете, что такое гитхаб. Поднимите руку, кто? Не слышал, где надо. Вот. Опять-таки, поаплодируем этим людям, потому что люди, которые сделали второй шаг для этого. Смелее, 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 смелее. Первый шаг на пути к росту – это признание своих недостаток ошибок от того же. Это вот фейл конкретный, не большой. То есть, пока не случается у всех у меня в том числе. Надо просто потом из них выводы делать. То есть, Вы, ага, я ни разу не слышал. Следующий правильный шаг какой? Выяснил. Что такое? Уже как? Еще один. Я выясняю. Гитхаб – система контроля версии. То есть, человек примерно метр. Он рассказал слово REST. Значит, он посмотрел, что это вообще такое, что это за концепция, как оно работает. И он ручками пытался это все сделать в java stack. Значит, когда надо было ему сказать, что вот там дядька у нас есть тестовый сериал, на котором REST, для него есть тестовый тест. Он уже из этого 70% информации сразу понимал. Мне же его понимает, да, на правду? Сережу и Таню. По неделе было так. Я тут морально окладываю цель для того, что мне надо будет по неделю потом ими заниматься. Вот я за беседами не это услышал. Затем ты вышел. Что ты делал? Ну, у нас в универе была java. 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 А что такое у нас есть, да? Какое-нибудь место? Ну, про те же деревни тоже. Нарисуйте деревни и рисуйте. Вот. Вопросы бывают даже. Ну, хорошо. А что бы тебе было интересно, допустим, чертами? А до кого у нас тут работа, да больше грошек платят? Ну, по крайней мере, честно. То есть, какие человек вопросы будет задавать? Что ему интересно очень часто? Я спросил какие-то базовые вещи, да, чек-листы? Я говорю, ну, хорошо. Коллекции нормальные, мультитры делал порядка хуже. Книжку читал, квадраты видел, да, да, хорошо. Окей. Релизку что-то так понимает. Да, что теперь теперь? Твои вопросы. Если человек задает вопросы, там, а как вот это сделано, да, а как вот вы там говорили такие-такие слова, они же ему интересны. То есть, он будет и в работе, скорее всего, дальше. Я не знаю. То есть, я вижу, первая жизнь имеет там полчаса или час времени. Что делать? Вот. Еще один факт, да. И это, в общем-то, все вот так же, как в матемейшинге. Круто. Огромный вам плюс, если у вас сразу есть интермедиат или вышедлист. Если у вас есть практический проект какой-то ваш, просто, когда ручками вы сделали, ссылку у меня, допустим, на гитханк, да, или там еще какой-то репозиторий. Вот. Ваш. Потому как вы рассуждаете в процессе решения задачи. Даже если вы не знаете то, чем я имею в виду. Иногда реально вот садится команда и думает, что делать, потому что непонятно, что делать. А идея это такая штука, что его может придумать как раз, как и джуниор. Потому что он еще стереотипами не как бы заангажирован. И он тут может сказать какую-то идею, такие, ой блин, слушай, о чем мы так и сделали. Да там, с квадратными колесами помните какие-то. Просто круглые колеса надо поставить. И вот эти три составляющие, это то, что я бы хотел видеть джуна, которые приходят после всех. Ну помимо общей меняемости. Так, сколько у меня еще есть? На последний вопрос есть или нет? Нет. 5 минуточек. Да. Даже может на несколько. Да. Как это видится стереотипом? Если, например, знаешь какие-то там поверхности, то есть джунает, жалоб, участвовывает, что ли, то как это видится, что я их помню? Хороший. У него может осталось. Да, это будет просто... Для него и замечательный ответ. Да. Есть такая очень старая байка, да? Да, там такая большая байка, который сидел на мосту. И у него было очень интересно. Как заметить, как он существует, он мог себе позволить делать премистры. Для всех, кто хотел пройти по мосту, он загадывал загадку. Хочу обстрадывать тоже. И те, кто отвечал, проходили. И те, кого ничего, он съедал. Но был вариант развиваться уйти. Какие виды эти князы были. Он задавал вопрос очень простой. Ну, совершенно простой, к айти ничего нет. Еще в Син давно был, там не было. И Горжаков. И Гостов. Вот. Он вопрос задавался такой. Ну, это правда понятно. Как бы немножко... Сейчас меня в США уже засудили, там всякие эти гендерные организации. Но вопрос задавался такой. Обычно. Это были какие-то телепоиды. Чего-то пытался через брюшку на 4 парня. Какая женщина самая лучшая? Ну, простой вопрос. Это мальчик. Ну, можно переформулировать наоборот. Какой мужчина? Давайте. 21 век, правильно? Так, первый вариант ответов. Совершенно верно. Кто-то говорил. Мама, мамушка, жена. Точно. Любимая. Или любимая. Это ответ на ваш вопрос. Вот нам большое здесь. То, что я говорил. Выбор. Выборны выбирать. Если вам это интересно, с нашему презентацию в Шкобинахе. Вы тут будете больше педалить. Вам будет интересно. Вам будете расти и копать глубже и быстрее. Вот просто. Мне Java просто очень понравилось. У меня были варианты разных. И мне это интересно. Я совершенно верно. Вы пронежали. Смотрите, я сейчас уже стою перед вами. 6 лет назад я так же сидел на появляющейся Java User Group. Это был KPI. Мы собирались. Как металлисты неформалы. А теперь они с плечами деревянных по лесам. Мы тут что-то ходили. Чтобы от этого всего ходить. Поэтому. К чему вам ближе душа лежит. Тем занимаетесь. Сейчас это классная возможность двигаться. В любую сторону. То есть тут. Что вам из всего чего попробовали. Что вам просто больше понравилось. Вот. Просто. Чисто. Дубертип.